Дорогие друзья, я вам дарила ритуалы с ключом, заговоры с ключом. Ключ имеет мистическое значение и в магии, и в мифологии, и в теологии. Поскольку ключ не просто предмет, которым запирают замки, двери. Ключ обладает энергией закрывать и открывать. Отворять и запирать. И с ключом, с замком огромное количество ритуалов, заговоров различных народов. Ты вообще по вере, всяких этнических, религиозных, всякого рода знамений, обрядов. Влюбленные, например, закрывают замок на мосту, что означает, что они навеки соединены, потому что мост – это символ двух берегов, то есть двух людей. Мост соединяет берега. Да, они соединили свои судьбы и закрыли под ключ. Ключ бросают в реку с определенными словами. Открываются дороги судьбы, открываются возможности. Ключом закрывают беду, ключом запирают болезни. Они этот замок потом закапывают, а ключ кидают в реку. Огромное количество. Ключом можно навредить, ключом можно открыть и отворить. Если кто-то ключом закрыл чью-то судьбу, даже человек, который не имеет отношения к магии, не обладает особой силой, но поработав с ключом, у него обязательно получится. Потому что ключ сам по себе настолько мистический, настолько сильный предмет изначально, что особой силы-то не надо, чтобы работать с ключом. Вот я, естественно, даю вам, скажем так, добрую направленность работы с ключом. То, что откроет ваши жизненные пути, дороги и то, что вам подарит помощь. Ключ от всех дверей. Ключ стражника Ванант я вам дарила. Это замечательные работы, которые помогли многим людям получить, например, кто-то ждал визы, кто-то ждал какие-то бумаги, они сразу решились. Кто-то ждал наследства, которое должно было перейти ему, и были какие-то судебные тяжбы и прочее. Вот эти ключи, мистические ключи, они открыли двери к возможностям. Я вам еще раз объясняю, что мы создаем здесь всю реальность, называется, определенную реальность, которая у нас только в голове. Знаете, понятие иллюзион. То есть вот мы создаем театрально, в пространстве, мы создаем ту сцену, которую хотим. Вот, например, это сродни, например, например, сейчас скажу, какое слово подобрать более, в голове, то есть создавать определенную реальность. Это вдохновить самого себя, это создать определенную картину, что потом перейдет в реальность. Мы создаем эту реальность, вот этот маленький театр, заговариваем этими словами, а потом эта вся реальность переходит в нашу жизнь, в наше бытие. И здесь это все случается. Ну, например, если там ведьма говорила определенные слова, когда заговаривала грыжу, предположим, да? Кот-котище, выгрызай, выетай всякую грыжу, попочную, позвоночную, там, сыпучую, болючую и так далее, вот так крутилась. Ведь никакого кота мы не видели, и никто не приходил, никого ничего не выгрызал. Но в том мире, в тонком мире это происходило. То есть изначально она закрепляла словами эту реальность, которая была в тонком мире, а потом это переходило в нашу реальность. То же самое с ключами. С ключами любая работа получается очень сильно. Теперь послушайте внимательно. Вы можете взять обычные ключи, вы можете взять чуть ли не амбарные ключи, но эти ключи вы больше не должны использовать в замке. Они должны быть только для этой работы. Если оно потеряется или кто-то коснется этого ключа, нужно повторить. Никто не должен касаться, кроме вас. Показать можете, но касаться никто не должен. Эти ключи можно носить. Вот это, например, серебряные ключи, подвеска. Можно носить, можно в карман положить, можно в сумке носить, можно дома хранить. Смотря для чего вы используете. Если вам нужно, чтобы... То есть если ваши деньги идут из продаж, сидя дома вы этим занимаетесь, значит храните дома. Если эти деньги идут из продаж, например, на рынке вы работаете, в магазине, значит храните в рабочем месте. Но если вы первое время, каждый день будете это делать, потом через каждые три дня, потом через неделю, ну через каждую неделю и так далее, у вас усилится денежный поток. Итак, что нужно делать? Вам нужно приобрести камни различные. Если у вас вообще нет камней, ну соберите обычные камни, речные камни, такие камни, любые камни. Камни, они обладают силой земли, то есть они окружают, закрывают весь ваш заговор и вот эту денежную силу внутри хранят в вашем доме. Это символ вашего мира, маленького. Посредине нужно посыпать мелочь. Сверху кладете ключ. Любой ключ. Можете обычный ключ. Вот купить замочек, вот эти маленькие замочки, сувенирные замочки продают. Вытащите оттуда ключ. Что будет с замком, вообще не имеет значения. Хотите закрывать, хотите выкидывать, без разницы. Но этот ключ, ни один замок больше не должен видеть и коснуться. И никто, кроме вас, коснуться не должен. Неблизкий человек, ни кто-либо. Коснется, потеряет силу. Снова повторите. Итак, начитывайте на ключ. Потом берете этот ключ, целуете, вот так. И носите в первый день из ниоткуда могут появиться там маленькие деньги, а может большие, смотря какие. Второй день, чуть побольше, посильнее. Вы знаете, даже если у вас не посыпятся деньги, вам придут идеи и предложения, как можно в будущем заработать и подняться. Что можно делать? Это будет внезапно. Потому что богатство духами даются не именно вот деньгами приносят вам на подносе, а могут еще с помощью идей, могут еще с помощью людей, которые вам эти идеи преподносят и прочее. Так что в любом случае двери к богатству у вас откроются. С ключом, повторяюсь, очень сильно работает даже у тех людей, у которых просто безнадега и очень тяжело открываются другие ритуалы с деньгами. Вот это у вас работает. Но если у вас тяжелый случай, надо повторить, как я вам сказала, каждый день делать. Каждую вечер, каждую ночь, ой, каждую ночь и вечер, уже путаюсь. То есть у кого уже более-менее нормально, делайте раз в неделю, вам достаточно. И результат вас просто ошарашит, как с ключами работать. Я пока давала ритуалы с ключами для решения определенных проблем. Сейчас я даю работы с ключами для денежных работ, именно открывания денежных дорог, открывания денежных путей. Многие еще будут работать с ключами, но вот эта работа, собственно говоря, стоит того, чтобы выполнить. Да, забыла сказать, красная свеча вам нужна. Любая, это не имеет значения, воск, нет, просто красный цвет. Символ благополучия, богатства. Эта свеча может быть использована и в других ритуалах. Это не принципиально, но каждый раз, когда вы проводите этот ритуал, вам нужна красная свеча. Итак, хочу вам показать, буквально вчера выложила, очень много уже благодарностей и отзывов насчет вообще всего, что я на днях выкладывала, да, дарила людям. Так, во-первых, целебные заговоры, которые я выложила. Уже написали, многие похвалили именно, что касаемо снять боль и тяжесть ног. Следующий момент. Сейчас, секунду, я сейчас вам, сейчас вам попробую показать. Так, включайся. Если я не ошибаюсь, да. Так, это Ольга Кузнецова. Я Ольге помогала уже один раз. Я спасла ее внука. Там врачи вообще были в шоке, конечно, что он выжил. И чему я очень рада. Ну, не об этом речь. Вот что пишет Ольга. Это у нас целебные заговоры. Недавно дала. Люди, нет слов, одни эмоции. Болят ноги в коленях, периодически боли возрастают. И тогда совсем невозможно ходить. Начитала утром на одну коленку. Пригрозила ей. Я хожу. Немного слышно, что побаливает, но отдаленно. От всей души благодарю вас, уважаемый Инга. И часто пользуюсь заговором от головной боли и на воду. Теперь и этот заговор мне в помощь. Пойду грозить второму колену. Грозите. Так, дальше. Любовь Егорова пишет. Ольга, у меня тоже болят колени. Не могу присесть. Вот периодически делаю заговоры. Шепотки наши, уважаемые Инги. Сразу забываю о боли. Потом через время опять повторяю. Если у вас уже застарелые боли, конечно, периодически надо будет повторять. Если бы они только начинались, вот только буквально начинается у вас боли, оно бы могло уйти навсегда. Это первое. Второе, что я хочу вам показать. Это на четыре менялы. Вчера, да, по-моему, я вам подарила. Смотрите. Вот Светлана Гарьянова. Здравствуйте, уважаемая Инга. Сегодня утром видела ваш ритуал. Быстренько переписала, пошла на работу. Прочитала в примерочной. И, уважаемая наша Инга, нам с продавцом даже присесть было некогда. Недельная выручка за один день. Я в шоке. Не перестаю еще удивляться силе ваших ритуалов. Блин, я счастлива, что встретила вас. Что вы мозги вправили. Да, да, я это умею. Здоровья вам, любимый, уважаемый наш Инга. Азарт такой появился. Ух, спасибо большое вам. Азарт, знаете, почему появляется? Когда люди... И причем я написала, я говорю, заметьте, что время кризиса, когда люди экономят каждую копейку и лишнего себе не позволяют. А тут продажа одежды, все такое. Вот. Азарт появляется, потому что человек понимает, что он имеет право мечтать. Оказывается, не обязательно перебиваться с копейки на копейку. Можно что-то захотеть. Мне запомнилось очень много, конечно, отзывов благодарности за эти годы. Вот мне запомнилась голосовая женщина, которая сказала, что все потеряла и ничего не было, даже жить было негде. И она начала делать мои ритуалы. И вдруг... То есть у нее появилась возможность купить квартиру. Она эту квартиру оплатила полностью. И теперь, значит, взяла как бы большой кредит и взяла квартиру в Сочи. Насколько я помню, да, в Сочи. Сказала, что почти уже оплачивает, уже чуть-чуть осталось. И у нее еще есть мечта купить там землю, построить дом. И она знает, что она это тоже сможет. И у нее это тоже получится. Знаете, как приятно, когда человек отчаялся, опустил руки и жить не хочет. И вдруг вселенная спешит на помощь. Мне кажется, что это самая большая награда. Вот как для врача, который спасает жизнь и говорит, для меня самая большая награда – это спасенные жизни людей. Врач спасает тело человека, физиологию. А я спасаю душу человека, разум и судьбу. Это практически сродни профессии. Мне тоже очень приятно. Понимаете, ты спасаешь не только человека. Ты делаешь доброе дело для его рода. Ты даешь возможность этому роду продолжиться, окрепнуть. И предки этого человека тебя благословляют и благодарят. И потомки этого человека будут тебе благодарны. Даже если они не знают о тебе, в любом случае, ведь это благословение идет к тебе. Ведь они радуются, что у них была такая умная бабушка, оставила им такие секреты, которые помогли им быть удачливыми и так далее. Друзья мои, это сейчас все это забыто. Но возрождаем мы с вами, да. А на самом деле вспомните, ведь на Руси были такие крепкие семьи. Люди говорили, у них они там что-то начитывают, они что-то знают. Вот поэтому они так хорошо живут. На Кавказе, когда семья жила богато, такая легенда была, что они нашли джина, заперли его в какой-то пещере и кормят. А он в благодарность за все это дает им богатство мира и секреты открывает денежные. То есть люди прекрасно это замечали, видели, что у семьи больше, чем у других. Они очень хорошо живут. Вот это и есть секреты. Секреты удачливости купцов, секреты удачливости князей, которые одерживали победу за победой. Вы не думайте, что это просто так. Там обязательно замешана была магия. Если они сами этого не знали, то это начитывала сестра, мать, дочь. В любом случае что-то просили у какой-то силы. Нет такого невозможно, что... Даже сама Екатерина Великая, которая отрицала магию как бы... Но она отрицала шарлатанство настоящих-то. Она участвовала и знала. Сама была немка и знала, что очень много всего существует. Но даже она пишет очень часто о том, что ей пророчили, что она будет императрица. То есть она понимала, что есть люди, которые видят, и реальные люди. Она знала всякие там целебные снадобья, какие-то шепотки и прочие, которые для нее были очень интересны. Она интересовалась русским фольклором. Ну и многие другие правители, имею в виду, которые были удачливы. Нет ни одного удачливого человека, который не ведется силами Вселенной. Они ему помогают ради его предков, ради него самого. Или он сам узнал что-то и начал делать. Я помню, когда у одного знакомого человека, у которого было дельфинарии, лунопарки и прочее. Я помню, когда он как-то мешок достал, переложил. Я говорю, это у вас мешок удачи. А он мне, а как вы догадались? Я говорю, ну, никто в жизни не думал об этом. Вы первые сказали. Я говорю, потому что я сама такое начитываю. Но это, говорит, мой секрет от бабушки. И весьма удачливый человек, богатый человек. Кризисы его не коснулись, не 90-е. Они как жили хорошо, так и до сих пор живут. И он, и его семья. Вот почему? Потому что люди верят, уважают эти силы. И силы отвечают тем же. Итак, вот что нужно делать. Кладите на алтарь камни, зажгите красную свечу посредине монеты и кладите ключ. Нельзя ключ, который вы использовали в других ритуалах. Ключ должен быть совершенно новый. Вы можете купить. Некоторые говорят, у меня вот подвеска есть, золотой ключ. Пожалуйста, берите такой серебряный ключ, золотой ключ. Не обязательно такой из этих вытаскивать. Просто ключ. В любом случае она работает замечательно. Итак. Да, извиняюсь. Женщина, которая живет в селе, жила. И жила очень... Трудно жила в стареньком домике с тремя детьми. Муж оставил, убежал и прочее, прочее. Много трудностей. И вот она сделала ключ в ананте. Она говорит, когда я увидела этот ролик, я пошла в амбаре, нашла какой-то старый ржавый ключ. И думаю, ну вот получится и получится. Как получится? Она сделала на этот ключ. Так она получила через полтора месяца ту самую долгожданную квартиру, которую ей обещали. Двухкомнатную. Переехала с детьми. Этот дом продала. И через некоторое время купила отдельную дачу. Ну и многое другое. Обычный ржавый ключ. Никто нигде не искал. Никакие великие затраты не делались. Просто смешно, когда люди говорят, вот такие затраты, надо на магию. Все так уважаемые люди. Не затраты нужны, уважение нужно к силам. Они ценят уважение. Они ценят поклонение, обращение. И отвечают тем же. Какие вы затраты сделали за все? Вот каждый из вас, кто добился удачи. Сколько вы потратили на все про все? Ткань купили на 200 рублей. Вы же не на один раз покупаете. Эту ткань можно там, не знаю, полгода использовать, если не больше. Камни купили какие-то на 1000 рублей. Благовонию купили там на 100 рублей. Свечу купили на 2000 рублей. Ну, со временем. Не сразу же все это покупается. Постепенно. А теперь посмотрите, сколько вам взамен на все это дали. Если вы в месяц потратили 2000 на все ритуалы, которые вы делали, вам пришло 2 миллиона за это все. Понимаете? Намного больше. Сотни раз больше вам отдается, если не больше. Итак, начитываем 6 раз, целуем ключ и прячем в сумке или надеваем цепочку на себя, или в какой-то мешочек, или на работе. Значит, нет, начитываем, уносим на работу. Можете оттуда приносить, вечером читать, снова уносить на работу. Ну, в общем, сумки носить, и постоянно у вас будут клиенты, покупатели, и времени не будет даже присесть. Ну, это же хорошо. Лучше от работы устать, чем от безделья. Шел бог денег. Нес в руке ключ. Вышла я ему навстречу. Поклонилась и сказала. О, бог денег, слава тебе. Научи меня, наставляй меня. К великому богатству направляй меня. Бог денег мне свой ключ передал. Да тайное слово сказал. У кого сей ключ хранится, и кто те слова знает, тот богато живет и поживает. Деньги в мешках собирает. Кто магическим ключом владеет, тот все блага мира возымеет. У того достаток и лад. Тот удачлив и богат, столы у того ломятся от явств. Кошель полон денег. Сундуки полны сукна и злата. Живет тот, как барин. Дорого, богато. Меха на плечах, золото на руках. Том полон дороговизны. Только достаток в его жизни. У кого этот ключ хранится, того бог денег вознаграждает. Тот живет и богатеет, радуется, процветает. Блага жизни получает. Ключ при мне, что сказано тоже мне. В мой дом и ко мне. Истинно заклято. Еще раз. Шел бог денег, нес в руке ключ. Вышла ему навстречу, поклонилась и сказала. О, бог денег, слава тебе, научи меня, наставляй меня. К великому богатству направляй меня. Бог денег мне свой ключ передал. Тот тайное слово сказал. У кого сей ключ хранится, и кто те слова знает, тот богато живет и поживает. Деньги в мешках собирает. Кто магическим ключом владеет, тот все богатства мира возымеет. У того достаток и лад, тот удачлив и богат. Столы у того ломятся от явств. Кошель полон денег. Сундуки полны сукна и злата. Живет тот барин, как барин. Дорого, богато. Меха на плечах, золото на руках. Дом полон дороговизны. Только достаток в его жизни. У кого этот ключ хранится, того бог денег вознаграждает. Тот живет и богатеет, радуется, процветает. Блага жизни получает ключ при мне. Что сказано тоже мне. В мой дом и ко мне. Истинно, заклято. Знаете, единственная моя жалоба во вселенной, это о том, что в сутках 24 часа. Понимаете? Мне нужно идти в любом случае пару часов хотя бы поспать. А меня просто разрывает изнутри. Мне столько всего еще надо. Я бы могла еще это снять, то снять. Но я понимаю, что если я дальше буду снимать, я просто утром встану как развалюха. А мне еще дела и дела. Поэтому прощаюсь с вами на этом. Я думаю, этого достаточно. Но вы не представляете, сколько мне еще нужно вам отдать. И как я спешу, чтобы успеть все вам передать. Да. Всем удачи, всех благ. Богатейте, поднимайтесь, живите хорошо, помогайте другим. Если вы будете плохо жить, то не будет ни настроения, ни возможность кому-то помочь. Правда? Поэтому не слушайте всякие глупости. Нет ничего плохого в богатстве. Есть плохое в нищете, в безысходности, в голодовке. Вот это плохое. А жить богато и в достатке – это хорошо. И деньги человека не портят. Поверьте мне. Человек какой был, такой и остается. Деньги просто дают возможность хорошему человеку еще больше показать свои хорошие стороны. А гнилому человеку дают возможность еще больше показать свои гнилые стороны. Если он тогда молчал, потому что был беден и язык был короткий. Сейчас у него просто появились деньги, и вот эта гниль вышла наружу. Не деньги испортили его, он сам был испорчен. Деньги дали ему возможность показать себя, какой он есть на самом деле. Вот и все. Всем удачи и всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok